Продолжение следует... О жизненном пути, о вашей биографии. И как в этой биографии научной оказалась тема, связанная с женской литературой? У меня довольно сложная биография в том плане, что я не сразу пришла в филологию, не сразу пришла в литературоведение. Я окончила медицинское училище, меня туда мама отправила после седьмого класса, потому что, видимо, ей хотелось всё-таки, чтобы я исполнила какую-то её мечту. Хотя семья моя была всё-таки ориентирована на литературу, у меня в семье и бабушка, и мама были библиотекарями, причём директорами крупных библиотек. Бабушка директор библиотеки Чехова в Москве в 50-е годы, мама заместитель директора библиотеки Некрасова. Но, тем не менее, я после седьмого класса пришла в медицинское училище, отучилась там три года, и поскольку я всегда была очень дисциплинированной девочкой, всегда была отличницей, и это, по-моему, ужасно, но, тем не менее, я закончила с красным дипломом. Но тут я правильно какую-то вещь сделала, а именно, я поняла, что надо идти работать, хотя я с красным дипломом могла пойти сразу, поступать в медицинский ВОЗ, но я как-то поняла, что мне надо работать. И я пошла работать, и там я поняла, что я буду плакать над каждым больным, что они будут утопать в слезах, потому что медицина и тогда, вот в эти 60-е годы была далеко в неудовлетворительном состоянии, проблем было много, и надо сказать, что я до сих пор помню всех тех больных, за которыми я ухаживала и которых я как-то поднимала. И тогда я поняла, что мне лучше плакать над героями книг. И я поняла, что мне надо идти, конечно, на филфак, и там я найду применение своей чувствительности, своей эмоциональности и своей дисциплинированности тоже, потому что читать любила, причём читать любила не просто книги, а литературевические книги. Мне всегда больше всего было интересно, как другие думают о том, что они прочитали. Я поступила на филфак, что тоже было трудно, потому что мне надо было до этого экстерном сдать экзамены за 11 классов, я сдала 25 экзаменов, там было черчение, там была астрономия, всё-всё-всё, всё, что можно, получила тоже очень хорошее, все сдала на пятёрки и поступала на филфак. В те годы поступить было невероятно трудно, просто я вспоминаю ту толпу, которая шла к филфаку писать сочинения, это была просто толпа бетурентов. По-моему, что-то человек 40-50 было на место. Это такая традиционная была система. Причём, опять же, в отличие от этой системы последующих лет, я поступала с улицы, у меня не было ни знакомых, ни поддержки. Я позанималась, правда, английским, у меня слабенький всегда был английский, я позанималась педагогом английским. Сочинение готовила сама, устность готовила сама и написала сочинение на пятёрку. Это было такое чудо, у меня в жизни было два события, при которых у меня подкосились ноги. Я просто знаю, что такое, когда подкашиваются ноги, это тебя как будто ударяют под коленками, и они у тебя как бы ломаются под тобой. Первый раз, когда мне достали сапоги, это были первые сапоги в Москве, а второй раз, когда мне вынесли этот экзамен... Почему первые сапоги? А, не было до этого сапог. Это были первые импортные сапоги партия, которая была, сейчас скажу, 63-й год. Это были первые сапоги, они были французские, как сейчас помню, с тремя пуговками сбоку. Это вообще было что-то. Когда мне по телефону сказали, что мне их достали, у меня вот подкосились ноги. Вот, и второй раз, значит, первый раз 17, второй раз 18, когда мне вынесли этот экзаменационный лист, где там было две пятёрки за сочинение и за устный. За сочинение пятёрок практически не ставили. Вот, но я тогда поняла, что, конечно, я поступаю, потому что оставалась история, оставался язык, но всё-таки как-то это было так. Я начала учиться на филфаке, училась как-то всегда тоже очень хорошо, была лермонтовской степендиаткой, у меня была повышенная стипендия по тем временам 600 рублей. Это много, это я была просто богатая девушка. И сказать, чтобы меня тогда наука очень увлекала, я всё-таки не могу. Я скорее училась так, потому что мне было всё интересно. Мне интересно было читать, не интересно... Ну, я имею в виду литературу ведения, потому что с русским языком как-то меня это в большей степени оставляло равнодушным, потому что такая механистичность языковой структуры меня не трогала. А литература ведения всё-таки огромное поле деятельности. Это 60-е годы. Это, сейчас скажу, я поступила в 64-м, в 69-м я завершила. А вот в это время, в 60-е годы, в Советском Союзе, слышал ли кто-нибудь слово такое феминизм? Вы знаете, я думаю, что я не слышала. Хотя довольно много было переводной литературы. Это была такая серия зарубежный роман 20-го века. И в нём довольно много было романов, которые сейчас уже полузабытые, но тем не менее, надо сказать, хорошие, где женщина всё равно проявляла какую-то самостоятельность, она сопротивлялась какой-то обыденности. Тогда у нас появилась Эльза Триолес, её замечательным романом «Нейлоновый век» и «Розы в кредит». Надо сказать, что меня всегда интересовали писательницы женщины. Это правда. Потому что у меня всегда была какая-то... Даже тогда в университете? Да, да. Вы знаете, это изначально. Дело в том, что это связано с семьёй. У меня очень тяжёлая судьба у матери и у бабушки. Дед репрессирован в 1937 году. Очень большой начальник. Бабушка-красавица невероятная. Я потом покажу... Я сейчас публикую её воспоминания в журнале, и люди, которые эти воспоминания читают, говорят, что это что-то невероятное. Она написала их уже в 70-е годы. И тогда... Да, она была заведующей... Вот её уже поздняя фотография. Это я, она со мной. Но я об этом ещё просто скажу. Вот. И судьба такой, я бы сказала, уникальной женщины, потому что она до старости сохранила безумный интерес к жизни. Это, вы знаете, это самая большая, я думаю, вообще редкость в человечестве. Уметь сохранить до конца дней вот этот живой интерес. Она собирала, например, всё, что связано с убийством Кеннеди. Это её так потрясло. У неё были все вырезки, все книжечки, которые тогда выходили. И в 37-го года, чтобы спасти свою дочь, она должна была поменять за один год 19 квартир. Она заметала следы по всей Москве. Потом когда-то уже с мамой я... Сели мы в машину в такси, мама повезла меня по тем адресам, которые она помнила. Конечно, тоже не все. И дальше безумно трудовая жизнь. Безумно трудовая жизнь, в которой не было никакого другого мужа, где была только работа. И вот воспитание дочери, а потом воспитание моё. Я, надо сказать... Что из этого воспитания, вот женского получается, да? Вы знаете, тут ещё такой момент. Я незаконорожденная. Папа на моей маме никогда не женился. Но папа меня усыновил, так же, как моего брата. Это тоже травматический момент в семье, который... Потому что он был женат? Он был женат. Он был очень большим учёным. Он дважды был уряд сталинской премии. Он основоположник русского железобетона. Поэтому вот там во дворе у меня строится дом. И я вижу, как папины, так сказать, конструкции. Это называется напряжённо армированный железобетон. Он создатель этого железобетона. Первый во Франции был в Фресене, папа второй. В общем, он очень большой учёный. И, конечно, он боялся, что это повлияет на его карьеру. И он боялся ещё другого. Он боялся, конечно, характера матери, который испортился от этого, от всей этой ситуации. Потому что в 1946 году ходить брюхатой, извините меня, без мужа – это страшное дело. Мы жили в такой квартире, которая называется коридорная система. Десять комнат. Все соседки заглядывают во все кастрюльки. Меня называли подзаборницей, потому что все знали, что мама родила без отца, без мужа. Хотя папа никогда не бросил, это надо сказать. Он очень порядочный, очень достойный человек. Уговорил свою жену, чтобы нас усыновили, дали нам фамилию. И всю жизнь помогал. Были, были. Был старший сын, который старше меня на 10, по-моему, лет. Больше. Нет, больше на 20 лет. Нет, там всё. Весь этот роман с мамой произошёл, когда его жена была в эвакуации. Это была война. Папа маму соблазнил картошкой жареной, как известно. Да, но голодное время. А поскольку у него были возможности, картошка жареная сыграла большую роль. Так что вот эти женские судьбы очень неудавшиеся, очень такие нескладные. Мать моя такая невероятная красавица, тоже где-то. Вот моя маме 19 лет, вот её тоже портрет. Невероятно, я помню, такая красивая, что когда мы шли как-то по бульвару, люди просто останавливались. Вот останавливались, смотрели ей след. Это меня как-то с самого начала всегда задевало. Я об этом как-то очень много думала. Мне всегда казалось положение женщины очень травматическим изначально. Неважно, там, женат, женились, не женились. Вот что-то меня задевало. И поэтому я писательниц особенно привечала ещё в юности. Хотя специалистом я стала по Бунину. Я написала в свой дипломное сочинение по Бунину. Хотя тут тоже нужно сказать... И кандидатская была по Бунину? Нет, вот про кандидатскую скажу отдельно, и про докторскую скажу отдельно. Я писала о Бунине, исходя из его последних тёмных аллей. А там вы тоже помните, это главная страсть, главная любовь, главная несоединимость этих людей. То есть, опять же, всё равно у Бунина я увидела вот этот травматический, драматический, трагедийный контекст, при котором никогда ничего не получается. И женщина всегда остаётся в каком-то чудовищном положении, которое я там пыталась отразить. Хотя у меня тема была такая чисто литературоведческая, философско-эстетические принципы творчества Бунина. Но всё равно так или иначе это затрагивалось. Меня порекомендовали сразу в аспирантуру, потому что у меня был хороший очень диплом. Но тут надо сказать, что всё равно это произошло благодаря во многом моему шефу. Это был декан факультета. Были женщины-преподаватели в это время? Да, были женщины-преподаватели. И, конечно, очень много филологии, всё-таки во многом женская наука. Даже в те годы, в 60-е? Ну, всегда, всегда. Всегда девочек больше, и поэтому мальчики у нас на факультете были просто наперечёт. И они могли выбирать самых... А поскольку факультет очень красивый, и девочки очень красивые, филфаковские девочки лучше, поэтому для мальчиков это всегда было. Мальчикам всегда было процентов, наверное, ну, 20, не больше. Сейчас ещё меньше. Хотя, тем не менее, преподавателей было равное количество. Мужчин было тоже много. То есть в науку всё равно шли мужчины. И, конечно, благодаря вот Алексею Георгиевичу Соколову, который меня очень приветил, как-то очень поощрял меня, даже подозреваю, что он испытывал ко мне очень такие нежные чувства, но никогда не проявил это, никаким образом не зафиксировал, ничего. Очень всегда был достойный и так далее. Я поступила в аспирантуру. Там у меня появилась совсем другая тема. Тема по критике. Я вообще, поскольку критика для меня тоже такой вот очень интересующий меня аспект, мне всегда, повторяю, интересно посмотреть, как можно оценить, с каких точек зрения одно и то же явление. А это, по-моему, самое привлекательное, потому что один и тот же материал, в зависимости от методологии, в зависимости от подхода, в зависимости от методики, у тебя получается просто иной результат. Я написала диссертацию по литературной критике Серебряного века. Это была проблема реализма, модернизма и так далее. Меня тогда оставили на факультете. Я не сразу защитилась, я вовремя не успела, защитилась через два года и начала преподавать. А можно было в это время продолжать женскую тему? Вы знаете, это даже в голову мне не приходило, честно говоря. Вот я вам просто скажу, тут тоже такой момент. Я где-то впрямую стала этим заниматься, когда я поняла, и уже начала преподавать ту же самую критику, литературу Серебряного века. Я просто обратила внимание, что нет женских имён. Катастрофически. Я начала преподавать в 70-е годы. И в литературе было только, соответственно, поэтессы две. Это Ахматова и Цветаева. То есть ни одного прозаика. Понимаете, совершенно такое пустое-пустое место. Гиппиус тогда ещё не могла звучать, потому что даже делала я хрестоматию, я там не могла упомянуть, просто упомянуть имя Гумилёва. Хорошо, а из советской литературы там же были Бергольц. Да, да, была Бергольц с дневными звёздами. Но тоже, вы знаете, всё-таки была Панова с мальчиком Серёжей. Да, да, соответственно, ну всё равно была Китлинская, была... Какие-то имена всё-таки были? Были, но они были всё-таки... Считались второго ряда? Нет, они не считались второго ряда. Но они как-то не фиксировались как женские имена. А когда появляется интерес именно к женскому голосу в литературе и желание заниматься вообще в нашей литературе? Вот я как раз говорю, когда... Нет, это, наверное, даже в какой-то степени позже, когда я уже вошла, и я открыла для себя просто одного очень интересного критика, который вообще не зафиксирован, такая была Колтановская Елена. И я вдруг начинаю понимать, что вообще критиков женщин было огромное количество. они вообще нигде не фигурируют. Я начала заниматься этой Колтановской, это тоже были где-то уже 80-е годы. И я, помимо всего прочего, заметила, что нигде они не разбираются как фигуры, которые имеют особый свой взгляд даже на какие-то явления. И тут я опять же заметила, это, правда, уже 80-е, скорее, ближе к 90-м годам, что многие из них писали о женщинах. Их тоже интересовал, что называется, женский текст, женский голос, женский дискусс. И вот опять же это Колтановская, что было тоже очень интересно, и у неё такая трудная судьба, она очень интенсивно работала в Серебряном веке, потом оказалась абсолютно вытеснена в 20-е годы, пыталась вернуться в советские, это начало переписываться Сейфулиной, но ничего не получилось, умерла в 52-м году, совершенно непонятно, где архив, где что, где-то на Украине умерла. Так что всё оказывалось вот с этими женскими судьбами, если только они не были, как Галина Серебрякова, которая написала про Маркса и про Женю Маркс. Хотя надо сказать, что тоже достаточно трагическая судьба, потому что я-то... Или Сойя Воскресенская, которая писала про Алину. Да, но у Серебряковой там же были ещё родственники репрессированные. Да, я знала её двоюродную сестру, за которыми пришли репрессировать родители, у неё просто прекратился рост, она стала карлицей. Это её была двоюродная сестра, маленькая такая. Работала у мамы, кстати, библиотекарь, Марита Бек такая. Серебрякова же еврейка, поэтому тоже, понимаете, там всё надо было очень тщательно выстраивать своё. А как отнеслись на факультете и вообще в научном сообществе к тому, что кто-то хочет заниматься именно женщинами в литературе? Вот, я могу сказать, что было очень трудно. Вначале я ещё не... Это были, когда можно было что-то начать делать, это были уже всё-таки 90-е годы. Это всё-таки было уже перестройки, время. И самое главное, что я до этого переключилась на литературный марксизм. У меня второе есть такое очень важное, как я считаю, направление. Это изучение критики марксистской ориентации, чем никто вообще у нас не занимается. Я последняя, я называю себя последняя троцкистка вообще, потому что я только Троцким впервые вообще написала о нём в своей докторской и многих-многих. То есть я показала, что это не четыре человека, Ленин, Плеханов, Луначарский и Воровский, а это огромное множество людей, где, кстати, очень много женщин. Где важна Засулич, где важна Фигнер. И марксизм во многом мне очень помог сориентироваться тоже на вот этот женский, да, Калантай, конечно, на женский такой ракурс. Потому что, во-первых, почему пошли в марксизм женщины, как самые униженные евреи и женщины, вот кто составлял почву марксизма. Я не говорю там о крупнейших фигурах, но они все были, была такая Ида Аксель Рот, была Любовь Аксель Рот, были очень крупные женщины, серьёзные. Это меня тоже как-то очень сподвигло на то, что, опять же, этим надо заниматься. Но в 90-е годы я ещё не осмеливалась на факультете заявить об этом, потому что я попробовала, и это было воспринято очень негативно. Попробовала это какие годы? Это 90-е даже уже, когда я попробовала там... А к этому времени уже была информация о западной литературе ведения, о гендерном... Вы знаете, тогда ещё не было. На факультете у нас практически ничего не было. Я это начинала первое, потому что мы тогда в 90-е годы начали журнал преображения. Вот это первое было... А в 90-е годы можно немножко... Да, это очень важно, я считаю, прорыв. Вообще, я считаю, что это такая величайшая была... Акция. Да, действие, которое благодаря Нине Габрилян, благодаря Диане Медбан, которая сумела, как женщина, в бизнесе дать деньги. Эти шесть номеров журнала, которые сумели только выйти только... Там же был заголовок, феминистский журнал. Это сначала давалось феминистический, а потом поправилось всё-таки феминистский. В каком году первый номер? 93-й год, первый номер. И тогда уже я начала ездить по совместным проектам на Запад, на западные конференции. Начало 90-х? Это всё-таки начало 90-х. Потому что до этого ведь у нас был этот журнал «Мария», но это всё были подпольные журналы. Вы понимаете, тут тоже нужно учитывать, что все боялись слова «диссидентство» ещё. Даже в перестройке как-то... А феминизма боялись? Он имел такой bad image? Да, всё-таки, понимаете, вот этот, когда я принесла, например, в подарок, я ещё в 90-е годы, ещё очень наивный такой человек, ещё очень молодой всё равно, принесла своему декану. У нас декан-женщина с тех пор. Это Рютина? Нет, это Марина Леонтьевна Ремнёва. А Ремнёва? Да, я принесла этот журнал, где написано «феминистский журнал». Это мне переполняла гордость, что я в этом журнале, что я там пишу про женщин, что я восстанавливаю судьбы, что мы пишем про феминизм. И я увидела её какую-то такую немножко снисходительную, и немножко, может, даже какую-то... Ну, в общем, такой полунегативной, полуснисходительной, вообще такую пренебрежительную реакцию. То есть у нас это, как вот сегодня сказал студент, не катит. И в 90-е годы я была всё равно даже белой вороной, потому что я всё время говорила, что женскую литературу надо изучать самостоятельно. Это не значит, что она хорошая, а там какая-то плохая. Что у нас не есть разговор о качестве. Потому что даже в среднем тексте можно обнаружить какие-то такие интенции, какие-то интересные включения, которые будут говорить об очень-очень многом. Потому что это будет свой язык, своё видение, передача своего опыта и так далее. Но всё-таки я всё время оставалась одна. Хотя уже с 90-х годов я заявила в спецкурс «Женщина-писательница». Женщина-писательница, да, я его читаю в течение уже 20 лет, причём в разных аспектах. Женщина-писательница, гендерный аспект в женской литературе, потому что женская литература может быть и не под гендерным же соусом, она может быть просто в разных, так сказать. И тогда у меня ещё возникло... Очень много нам дал этот, кстати, клуб преображения, в котором мы тоже существовали, вот эти феминистские клубы, которые тоже тогда начинали быть. Это не было вот это женское движение, но женщины, которые собирались под уже другим знаменем, под знаменем феминизма. Уже тогда разговор о феминизме мог идти, но всё-таки в университете, понимаете, всё равно мужчины, когда ты начинаешь говорить на кафедре, начинают ёжиться. Понимаете, всё равно. Вот как они ёжились тогда, но тогда они ёжились робко. А сейчас они могут ёжиться как угодно. То есть вот я считаю, что в плане мужчин у нас очень мало что изменилось. Может быть, среди молодёжи в большей степени, я имею в виду вот это среднее и старшее поколение, которое всё-таки относится к этим явлениям, и относилось тогда, хотя я рассказывала, что феминизм может быть левый, крайний, гуманистический, такой, 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 всё это им рассказывала, но для них это всё равно было или вы не любите мужчин, ну, по мне было трудно сказать, что я не люблю мужчин, потому что как-то я и принимала ухаживание, и одевалась так, ну, у всех было ощущение какое-то странное. А когда я объявила спецкурс, никто мне возражал, я продолжала его читать. Это какой год? Это было середина 90-х. Середина 90-х. Чувствовалось, что может быть какая-то поддержка Запада, или это было абсолютно не связано с западными странами? Нет, это без... Нет, у меня не было никакого. Это у меня единственное, что было. Были совместные проекты, особенно с Фрайбургом, особенно с Шаре, тогда это было очень интенсивно. Это конец 90-х. Это конец 90-х, 96-й и так далее. Это были совместные конференции, которые, надо сказать, мне очень много дали. Вот тогда, когда я поехала на Запад, я поняла, что мы существуем вообще в каком-то таком вакууме, в такой какой-то лаконе, где уже давно-давно разбираются гендерные подходы не только к женским текстам, к мужским текстам, что гендеристика вообще существует, как целое такое направление, которое может очень много давать, что они уже прошли почти этап реабилитации имён, они занимаются уже другими составляющими. Это меня очень обогатило, мне было это очень интересно. И тогда как раз стали появляться наши уже гендерные центры. В Иваново появился серьёзный центр. Конечно, очень много дал центр в Харькове. Вот это Жерёбкина, Ира Жерёбкина, которая была таким инициатором. Она шантарда с Украиной. Да, вообще, это, я думаю, один из сильнейших был проектов, вот этот журнал «Гендерное исследование», который она начала издавать, и там она давала большое место, отводила литературе. Литературе она меня печатала, всё, что я предлагаю. И, наконец, в 2000 году у меня появилась аспирантка, которой я дала тему женской литературы. Это была вообще первая в России диссертация по женской литературе. Это была Ровенская, Таня Ровенская. Она писала по современной женской литературе. Она уехала назад? Нет, нет, к сожалению, она ушла в бизнес, проекты. Она довольно сейчас крупный такой деятель или в сфере устроения такой имиджмейкер вот этих доводских встреч. То есть всё. И надо сказать, что я, конечно, очень жалею, потому что она была очень способная. Первая часть её диссертации как раз были все это Люси Ригарея и так далее. То есть была вся западная феминизм, западный феминизм, она всё это расшифровала. И, надо сказать, она успешно защитила. Хотя всё-таки... Это 2001 год. Хотя это было тоже уже... Это разрешили, но это не вызвало какого-то такого восторга, как это вызвало, например, восторг скорее в женском сообществе. Вот среди тех, кто занимался этим, это, конечно, было просто откровение, её диссертация, анализ текста под этим углом зрения. Это было очень... В университете дальше я продолжаю всё время эту линию. Сейчас это становится... В 20 лет уже как? Ну, почти 30. Да, почти 30. Есть какие-то подвижки? Наоборот. Я думаю, что наоборот. Вы знаете, мне кажется, что вот сейчас, последние, наверное, лет 8, с этим всё более и более сложно. То есть ты в научном плане, конечно, я всё время даю диссертации, темы диссертаций, ну, помимо других, конечно, о женских именах. У меня назначена диссертация, первая в России диссертация Аберберовой. У меня назначена первая в России диссертация Ащепкин и Куперник в плане переводчика, потому что мне тоже важно показать, что женщины, особенно в Серебряном веке, но и в зарубежье, они оказывались проводниками вообще культуры, потому что надо сказать, что всю иностранную литературу в Серебряном веке мы имеем в изложении переводов женщин, потому что женщины в основном были переводчицами, потому что, конечно, оплачивалось не очень хорошо, им надо было работать, мужчины всё-таки могли везде-везде-везде ещё что-то, и, соответственно, мы имеем, там, Мапасана мы имеем в русском женском переводе, ну, и многих других. У меня есть сейчас, чем я очень горжусь, сейчас вот будем делать книгу, я восстанавливаю не просто имена тех женщин, которые как бы существуют в таком приемлемом дискурсе, то есть пристойном, я занимаюсь даже женщинами, которые максимально раздвигали эти рамки, эти рамки были у нас в русской литературе очень жёсткими, в плане допустимости каких-то тем вообще в русской литературе, а не только в женской огласовке. Это, например, Нагродская, Евдокия Нагродская, я её в 95-м году издала её роман «Знаменитый гнев Диониса». Это роман скандальный, он до революции издан был 10 раз, потому что о чём он говорил? Он говорил о идеях Венингера, о том, что в женщине есть мужское, и в мужском есть женское. Он говорил о проблеме гомосексуализма, впрямую о том, что это не должно быть дискредитировано и так далее. Ну, не так просто, при том, что она не феминистка. Она, наоборот, показывает, как опасны крайности феминизма, как опасна внешняя какая-то атрибутика феминизма, надеть брюки, произносить лозунги, что это отнюдь не есть продвижение на том пути, к которому давно стремится женщина. И сейчас у меня китаянка зачитала диссертацию по Нагродской. Это вообще, я считаю, такой прорыв, что я впервые ввела это имя из литературы, которая называется билетристикой, массовой, средней, неприличной, по спорнографическим элементам. Я показала, что это, ну, честно говоря, много я там показала сама, китаянка все это воспринимала удачно и с радостью, и это было интересно, но ввела это в сферу допустимого исследования. А можно надеяться, что таким образом наши идеи, вот в том числе ваши идеи, связанные с восприятием русской женской литературы, попадут в Китай? Да. И в Китае будут восприняты так, как мы хотим, чтобы они были? Или же там все-таки очень сложно продвигать такую тематику, связанную, опять-таки, с женским голосом, литературой и прочим? Или же есть надежда, что там это тоже? Наталья Вольвовна, вы знаете что? Мне кажется, что вот молодое поколение китайцев, оно стало другим и так далее. Я сейчас одна даю. Они интернационализированы. Ну да. И вы знаете, вот женщины китайские, они очень активно воспринимают это, надо сказать, более активно, чем наши. Потому что я вижу среди моих учениц некоторую усталость от этой борьбы, которая все-таки не увенчалась успехом. Вы знаете, могу вам сказать это совершенно точно, что все те, ну не все, конечно, это преувеличение, не все, но все те надежды, которые были у нас в 90-е годы на развитие и феминизма, и включение женщины, и ее адаптацию к тем условиям, и адаптацию не с какими-то искажениями, а включенность полную, они все-таки не осуществились. И сегодня они устали от этого, и они не хотят. Вы знаете, большинство вот моих девочек, они, как это ни странно, не хотят социализироваться почти. А берут они вот эти темы? Они берут, да, берут. Но они берут в достаточной степени отстраненно от собственной биографии. Вот, например, для меня моя работа с женскими текстами была очень важна в плане моего созревания. Я вам сказала, огромное значение вот эта семейная ситуация сыграла огромную роль. Но для меня работа вот в этом направлении, в плане того, того, что я могу восстановить некую справедливость, это какая-то главная задача моей, может быть, жизни, восстановить справедливость по отношению к этим не просто забытым, а изгойным персонажам, вы знаете, она меня очень поддерживает. И, может быть, единственное, что делает мою жизнь осмысленной, потому что сегодня, к сожалению, преподавание уже не даёт никаких шансов на то, что ты востребован и нужен. А вот эта область мне как бы подсказывает и говорит, что вот не пропадёт мой этот скорбный труд. И я здесь, вот в этой области, ни разу не раскаялась. Я во многих других как-то раскаялась, разочаровалась, перестала быть вдохновлённой. А здесь я ещё горю. Вы знаете, я берусь бесконечно за какие-то проекты, берусь за издание книг, что для меня очень важно, потому что я всё равно верю, что письменный, вот этот печатный вариант, он останется, хотя бы в одном экземпляре он будет востребован. Пробивать это невероятно трудно, но я пробиваю, вот последние мои издания, то есть я практически пробиваю очень много. А что это меняет? В современных женщинах и читают ли они Вы знаете, и всё, а я не для женщин делаю, я это делаю для мужчин. Вот я вам могу сказать, когда я задумала такой проект «Женская драматургия серебряного века», надо мной просто все литературоведы смеялись. Мне говорили, ты хочешь писать о жене? Её же нет. Где ты видела женщин-драматургов серебряном веке? И никто мне из крупных литературроведов не мог назвать ни одного имени. Ну, кто-то вспоминал Гиппиус. И всё. У неё пьесы были. Да. А когда я предложила, а я делала этот том, а могу... А вот это Анна Мар, там ключи... Конечно. А нет, это Вербицкая, это не пьеса. А это не пьеса. А пьесы есть у Анны Мар, у неё есть у Мире, есть у Тэффи, есть у Щепкина и Куперника. Вот этот мой том, когда люди видят, мужчины литературы ведают, сразу, знаете, такая вот ретируется как-то, им становится как-то стыдно, что они не знают целую область. Понимаете? Поэтому это важно оказалось очень, всё равно оказывается важно. То есть, когда ты пробиваешь какие-то бреши, всё равно в эти бреши начинает просачиваться что-то. Понимаете, мог быть не сейчас в этих мозгах. Мне вообще сейчас важнее даже мужские, может быть, мозги, потому что у нас всё-таки мужчины совсем какие-то ретроградные, какие-то очень странные, вялые, нацеленные на что-то другое. И вы знаете, они как до сих пор всё-таки относятся даже к женщинам-учёным с некоторым таким вот, ну, с нисхождением, типа, ну, вот, ну, бывает, знаете, как в том анекдоте, когда мальчик приходит к маме и говорит, мам, ну, они все говорят, что у меня квадратная голова. То что ты, Серёженька, какая же у тебя она квадратная? Вот они приблизительно так же, ну, 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 вот, женщины, ну, ну, бывает, ну, бывают талантливые, бывают, конечно, пробиваются и так далее. Но я говорю, значит, для меня это сыграло огромную роль, что я сама в этом и формировалась, и формируюсь до сих пор. Я могу сказать, что как раз вот в этом, в этой области у меня какое-то безостановочное, может быть, внутреннее развитие движения, потому что, как это ни странно, общение женскими текстами открывает для тебя просто море представлений, разнообразных каких-то мнений, даёт тебе возможность обсудить судьбы, вдуматься, чувствоваться, вот та моя эмоциональность, в которой я пришла в филологию, здесь она находит какое-то подтверждение. Я, конечно, сейчас очень много занимаюсь документальной литературой, женскими воспоминаниями. Вот недаром я опубликовать стала воспоминания моей бабушки, потому что, вы знаете, как раз фиксация именно женской памятью каких-то явлений, это ни в какой степени не сопоставимо с тем, что фиксирует мужская память. Женский опыт, он какой-то совсем другой, и это не значит, что это какая-то мелочная наблюдательность. Это действительно более чувственное впечатление от мира, это более ощутимое. Мне очень интересно у меня папина воспоминания, если он тоже вспоминает, каким он был мальчиком. И вот сопоставление воспоминаний девочки и воспоминаний мальчика, абсолютно. Мальчик себя моделирует, мальчик себя все равно каким-то видит, вот он все равно себя как бы видит спасателя, там разбойник, ну неважно кем, он нереально себя воспринимает, а девочка воспринимает себя в этой жизни. Она все время слышит, чувствует, обоняет, видит и прочее. И вот мне кажется, это очень важно. Причем воспоминания могут быть не великих людей, а как раз обычных людей. То есть это малая история, которая, по-моему, безумно богата, и здесь тоже дает просто какое-то широкое поле деятельности. способствует это образованию современному, вот для девочек, может быть, они, это как-то расширяет их умение понять какие-то процессы, самих себя лучше осознать. Зачем нам необходимо подобного рода исследование в более широком контексте, не только для науки, как науки, не только для литературы, видения, но и для, ну просто, тех, кто идет за нами, поколение за нами. Ну, я довольно, как вы понимаете, преподавая до сих пор, я много общаюсь с молодежью, молодыми вот женщинами. Вы знаете, может быть, это какая-то очень неустроенная такая русская жизнь современная. Они, даже увлекаясь какими-то вещами, они потом все равно какой-то делают крен, выбирая во многом, условно говоря, семейное какое-то счастье и благополучие. Они все, вот, честно вам, не слишком увлечены самой наукой. Да, и вообще даже социализации, как это ни странно. Сегодня вопрос стоит совсем вообще, мне кажется, по-другому. Вопрос действительно, там, карьерного роста, заработка денег, потому что, вот, я просто вспоминаю себя, у меня, конечно, и я думаю, что таких, как я, было все-таки много, я не уникальна. Мне очень хотелось именно самосовершенствоваться, мне хотелось овладеть, мне хотелось научиться писать, мне хотелось быть критиком, я еще очень люблю просто быть критиком, там, я пишу кино, пишу о театре, пишу о книгах. То есть, мне хотелось овладевать, конечно, мне хотелось при этом зарабатывать денег, тогда в советское время за рецензию на кино платили 18 рублей, это было очень хорошо, сегодня тебе не платят, платят такие копейки, рецензия в журнале толстом стоит 700 рублей, это вообще просто смешно, ты пишешь ее неделю, ну, если ты хочешь хорошую рецензию, а читаешь книжку и так далее. Девочки все-таки нацелены на то, что они будут, конечно, зарабатывать, что-то делать, но я не вижу в них желания внутренне как-то настроиться на какой-то более высокий, что ли, ранг размышлений. Это умные девочки, хорошие, достойные. У меня вот недавно была моя ученица, написавшая замечательную диссертацию о падшей женщине, о борделях, о проститутках в Серебряном веке, замечательная просто работа. Вот она сейчас занимается тем, что она просто редатирует какие-то тексты, увлечена она, вышла замуж наконец, замечательно, увлечена готовка, все, я ничего не хочу сказать, она готовит так восхитительно, она знает испанский, но я, может быть, это усталость от написания диссертации, тоже какой-то момент бывает. Я думаю, что это исторический контекст. Но я думаю, это исторический контекст, потому что не только она, другая девочка, они все, я за них очень счастлива, на филфаке выйти замуж очень трудно, это проблема, вообще выйти замуж очень трудно, это безусловно, но они как-то очень закупливаются вот в этом. Может быть, это какой-то этап, вот к 40 годам они воспитают своего первого ребенка, и они вернутся, может быть, и в профессию, и в них отзовется те феминистские идеи, которые, конечно, я в них закладывала, внедряла, рассказывала и прочее. Они чутко это воспринимали. Но... Может быть, проблема в том, что теперь нет того феминистского активизма, который был... Безусловно. Вот я как раз начала об этом говорить, что я была подхвачена этой волной. Понимаете, эта волна меня подхватила, потому что у меня была готовность плыть в этом течении. Для меня вообще 90-е годы это совершенно особое... Я единственное могу сказать, что в моей судьбе было удачно, это были 90-е годы. По всем параметрам. Я была счастлива, потому что я понимала, что я могу говорить правду, что я могу писать то, что я хочу, я могу участвовать там, где я хочу. И для меня все эти демократические устремления оказались очень плодотворными. И я, конечно, тогда начала очень много писать разного и так далее. Я тогда могла сказать свежее слово о марксизме, не скатываясь в ливизну, не скатываясь в консервасизм. У меня до сих пор работа эта, которая единственная за 30 лет работа объективная по марксизмской критике. Но это же все спало и ушло. Ведь, понимаете, в принципе, сегодня женщине ведь некуда деться. Вот если так серьезно говорить, тогда были даже вот эти клубы, понимаете? А сегодня это все превратилось в эти женские какие-то посиделки. Они тоже есть, но там замечательное вязание, там замечательные шляпки, там все это хорошо. Или это очень энергичные дамы, которые под это дело тоже создают некие бренды, тренды, которые дают им возможность куда-то там выехать с этой группой, организовать что-то. А вы в 2000-е годы связаны с какими-то женскими организациями или, не знаю, вот школами? Сейчас. Ну, я была в гендерной школе, я ездила, которые были тогда, да, в Форосе, да, я ездила, я читала там лекции. После того, как они закончились, потому что это в начале двухъсячных годов, и как-то вся активность стала сходить на нет. Да. Закрываться центры, когда появились вот эти опасности объявлений иностранными агентами и прочее. И отсюда встает вопрос, замесен ли хоть какой-то сейчас женский активизм? Что вы можете выделить как проявление такого как бы женского голоса и слова может быть не обязательно в форме публикации, может быть какие-то акции или еще что-то, что вам вспоминается и кажется важным здесь именно с точки зрения позитивном смысле, с точки зрения истории нашего русского вариантов имения? Конечно, здесь надо говорить о людях, которые публикуются в Фейсбуке. Там, конечно, женщины, которые, ну, многие там чуточку моложе меня и так далее, которых я знаю, которые в моих друзьях, они очень тщательно отслеживают, например, все дискриминационные моменты, которые возникают в речах наших политиков. А они возникают теперь постоянно, понимаете, практически не проходят ни одного какого-то публичного выступления, где женщина не оказалась бы униженной. Причем они даже этого уже не понимают, что они говорят. Вот я просто вспоминаю, там ситуация была с Берлускони, когда у него была любовница, и многие, многие сказали, о, как здорово, у него же любовница, можно только позавидовать. Хотя это было позорное явление в плане политика, которая там и так далее. И эти комментарии отслеживаются вот женщинами и так далее. Больше, честно говоря, я ничего зафиксировать не могу, потому что я думаю, что, конечно, есть просто женская дружба, которые вот мои, например, аспирантки, они очень тесно общаются, я всегда очень любила их как-то соединять, чтобы они поддерживали друг друга. А солидарность женская существует? Желание взаимоподдержки именно потому, что женщины страдали от дискриминации и прочее? Наталья Вовна, вы знаете, исчезло же понятие, что женщины страдали. Вы не заметили, что сейчас вы не можете рассказать, что женщину по сути дела, ну, в России будем говорить, там, проблема паспорта, она не могла, это, проблема развода, там, она не могла без разрешения мужа уехать, там, например, в другой город и так далее. То есть, всё сведено на нет. В принципе, у нас теперь ведь такая гладкая история, у нас теперь такое гладкое и приглаженное прошлое, а самое главное, та политика, которая сегодня идёт на таком широком, в общем, масштабном проявлении, это, что женщине было хорошо. Ну, конечно, там муж бил жену в деревне, да, были, конечно, ужасы, но в целом-то у неё было хозяйство, она была хозяйкой, у неё был ухват, у неё была печь, да, свекровь её гнула, но когда она становилась свекровью, она уже начинала невестками понукать. Понимаете, очень искажённое стало представление о прошлом, поэтому, о каком страдании вы сегодня можете кому рассказать? У всех ощущение, что наоборот, страдает женщина сейчас, её бедную заставляют работать, она должна, бедняга, но действительно, она часто вынуждена сейчас ради денег, понимаете, ещё в советское время моя мама работала не ради денег, а ради денег, потому что советская женщина, кстати, это совершенно всё-таки особая статья была. Это, надо сказать, ментальность советского человека всё-таки сумели воспитать. Это или женщины, которые, это были счастливые женщины. Моя мама была счастливой женщиной, несмотря на свою неудавшуюся во многом женскую судьбу. Она переключилась, она перестала думать о мужу, перестала думать о детях, она стала деятелем такого вот общественного, и это дало ей счастье, потому что, знаете, детям тоже не всегда дают счастье, это известно, больше иногда огорчений даже. Вот. И... А сегодня женщина идёт работать, потому что она не столько хочет вот реализоваться, не что-то... Нет, ну, конечно, есть варианты, но всё-таки. И поэтому о страдании вы не можете говорить. Поэтому я упростила даже в своей спецкурсе, я как раз рассказываю о страдании, потому что я теперь беру гендерные аспекты в мужских текстах, я занимаюсь мужчинами-мезогенистами, у меня есть такие вот, которые прямо ненавидят женщины, которые в своих текстах проводят это, такой есть Марк Клиницкий, я даже издала его книгу «Женщина в Лилово», который просто ненавидит, у него есть один герой такой, Иван Дурнев, что... Ну, Иван Дурак, которого все женщины обманывают, его обманывает жена, его обманывает любовница, даже он идёт в бордель, его там даже девки обманывают, ну, то есть, бедняга прямо ужасна. То есть, мужчине очень плохо. Это в начале века было понятно, что мужчины начали видеть, что женщина проявляется. Это были опасения. В текстах стало обнаруживаться страх. Что-то мужской страх. Мужской страх. Мужской страх. Это так интересно показать. Но, я всё равно не могу показать до конца, что женщина оставалась в этом униженном положении. Как она не пробивалась, как она не пыталась войти и в политику, всё равно это так долго. Меня, конечно, интересует советская женская литература. Ну, уже руки не доходят. Что-то же изменились образы в советской женской литературе. Да, да. Возвращались вот такие, как Настя Каменская, которые там что-то делают профессионально, а за них мужья там выполняют домашнюю работу. Ну, вы знаете, вот даже в вашем вопросе существует некий подвох. Вы фиксируете внимание на том, что вообще, в принципе, должно не замечаться. Какая разница, кто сегодня приготовил ужин. У тебя есть время. Приготовила ты и встретила своего Ваню с радостью. Ты задержалась на работе. Ваня чего-то сделал. Ну, понимаете, это делается не потому, что... А у неё это... Вынужденно она педалирует. Она педалирует, что Настя не красится. Ну, я имею в виду Маринина, что Настя не красится, что у неё муж такой удачный, что он может что-то готовить. А будь у неё неудачный муж, что у неё было, ведь всё разладилось бы, если бы он говорил, что он хочет. Понимаете? Так что даже вот в этой фиксации какие-то вещи, которые, понимаете, мне кажется, что мы должны были бы уже дойти до того состояния, при котором на что-то не надо обращать внимание. Это не должно быть первостепенным. Это должно быть впитано тобой. И ваш вот этот диалог мужской и женский, он должен строиться на более сложных, может быть, именно психологических каких-то моментах, а не на уровне житейско-бытовом, потому что это очень важно. Готовить. Я сама очень люблю готовить. Я обожаю просто готовить. Но это не может заменять всё остальное. Понимаете? Это не может превалировать над другим. Это не может быть главным. А сегодня мне всё-таки кажется, что женщина опять уходит в своё прежнее бытовое состояние. То есть мы, условно говоря, потеряли всё, что было наработано в советское время. А в советское время, я считаю, было в плане женском... Были большие приобретения. Были огромные приобретения даже по сравнению с Западом. Запад, конечно, в этом плане не достигал тех высот, которые были у нас. Потому что мы... У меня тогда возникает вот такой вопрос. Вот знакомы ли вам хотя бы по названию организации, которые объединяют женщин-учёных в вашем научном учреждении, в вашем образовательном? Есть женщины МГУ, есть женщины с университетским образованием, есть женщины в науке и образовании. Это НКО, некоммерческие организации, которые объединяют женщин-учёных и преподавателей. Нужны ли они, нет ли, могут ли они в чём-то продвинуть наши такие образовательные интенции или только то, что мы даём на лекциях? Вот здесь возникает вопрос, нужна ли такая активность и такой женский активизм и насколько мы с ним можем... Ну, мне кажется, что если бы они были активны, я бы... Я про них знаю. Я даже была на одном докладе, который делали женщины, вот у нас же какие-то отчётные есть, а я в учёном совете, тоже был какой-то доклад. Ну, понимаете, мне кажется, что всё это идёт сейчас, по крайней мере, на очень формальном уровне. Сейчас это... Женщины МГУ ограничиваются тем, что на каких-то праздниках они устраивают ярмарки, на которых продают в пользу малую имущую, что-то, то, то, то. То есть, вот теория малых дел, которая была в 90-е годы 19 века, над которой мы всегда все смеялись, но тогда, может быть, она была нужна, потому что в этой неграмотной стране и мелкие дела, и малые дела были не нужны. Но сегодня они ограничиваются этим. Понимаете, никогда в жизни ни одного звонка мне не поступило из этой организации, чтобы я, например, прочитала лекцию про писательниц. Мне кажется, что, понимаете, у меня же все-таки литература ведения это наиболее такая общепринятая, понимаете, это же можно очень интересно рассказать, пересказывая сюжеты. На любой уровень может прийти любая служительница, ей будет интересно послушать про то, о чем писали. Никогда, никогда никто не вышел. У нас было одно время этот, даже люди, которые занимались гендерными проблемами, все как-то растворилось, сошло на нет. А контакты с зарубежными организациями или отдельными специалистами, которые занимаются женской литературой, нашей женской литературой, они сохранились? Ну, все-таки сохранилась частично с Финляндией, в которой такая сильная была гендеристика, и там была Савкина Ирина, которая до сих пор... Да, да. Ну, то есть, такие контакты на личном, скорее, уровне, но исчезли все вот эти проекты, которые именно связаны были с общеженским интересом к широкому какому-то аспекту женской проблематики в социологии, в истории, в политике, в литературе и прочее. Но до меня не доходят. Изменилось ли ваше представление о феминизме с тех времен, когда вы впервые стали заниматься женской темой, женским голосом в литературе в начале 80-х, вот через 20-25 лет так же воспринимаются задачи феминистские, вообще, что такое феминизм для вас. Вот, этот вопрос наверное важный с точки зрения того, оправданы ли те страхи, которые существуют в том числе у девочек молодых, которые приходят к нам учиться, которые на вопрос вы феминисты? Говорят, нет, я не феминистка. Я готова заниматься женской темой или женской литературой, но я далека от феминизма. От чего это рождается? вот это есть как бы два вопроса. с одной стороны что для вас феминизм, а с другой как избежать вот этого страха молодого поколения, который идет за нами перед тематикой, которую мы берем. Я думаю, что может быть когда разговор шел в 90-е годы, мы может быть чуточку перегнули палку, поскольку нам так было важно вот этот выход на волю, мы забыли, что все-таки для большинства женщин огромную роль играет тыл, играет дом, играет муж, играет дети, играет вышивка, играет все. Мы как-то сказали, что типа нужно, не нужно, ну не важно это, в общем, сложится, сложится. И вот это дыхание свободы, мы делали упор на нем. Сегодня я понимаю, что преподнесение феминизма, наверное, должно быть просто более тонким. С учетом, я не хочу сказать женской природы, она, надо сказать, очень разная. Понятие женской природы, по-моему, вообще совершенно такое, очень условное, потому что я знаю четко женщин, которые просто не хотят иметь детей, есть женщин, которые не хотят замуж, сейчас огромное количество женщин при всем притом, так дорожат своей свободой и своим эгоизмом, вы знаете, появилось огромное количество ведь еще женщин просто эгоисток, которые не хотят, чтобы вообще никто мешал, они хотят жить так, как они, вы знаете, это тоже какая-то краска феминизма, которой мы, может быть, не учитывали, что мы взращиваем, пропагандируя феминизм и вот эту волю, вот такие эгоистические желания и потребности, которые вообще в человечестве очень сильны, их наоборот надо немножко как-то приглушать, говоря о том, что все-таки у нас диалог с другими, мы в некотором коллективе, нам надо все-таки взаимопомощь и так далее. Мне кажется, что сегодня преподнесение феминизма должно быть с учетом вот этих привходящих моментов и с учетом вот тех опасностей, которые кроются в радикальных формах. При всем при том, что я очень спокойно отношусь к ЛГБТ-сообществу и все это, мне кажется, что исключительно пропагандирование каких-то элементов тоже чревато, понимаете, потому что молодые юноши, девушки, они очень чувствительны к слуховым реалиям, они много слышат и много вот как-то хочется, и они начинают набредать на что-то, что если бы без конца в их ушах не звучало, то, может быть, они на это бы и не набрели, потому что я, например, знаю в моем окружении очень много лесбиянок, например, которые я, например, не уверена. И в 60-е, 70-е годы, мне кажется, что тогда может быть... Они были более скрытые, конечно, но их, конечно, было меньше. Их, конечно, были меньше, потому что, во-первых, они скрывали, я могу сказать, что я там встречалась, но сейчас, понимаете, когда это стало все-таки таким допустимым, и я не хочу сказать ни в коем случае зазорным, это абсолютно только чтобы меня в этом плане правильно поняли. Я считаю, что вообще вот эта интимная жизнь, я же не афиширую, какого типа мужчины мне нравится. Понимаете, я не всем рассказываю, что мне нравятся брюнеты испанского типа и так далее, потому что это не всех интересует, и это не главная моя черта, что мне нравятся брюнеты, правда же? А вот сегодня, особенно в молодом сообществе, в этом есть какой-то шарм. Да, вот я дружу с девочкой, вот это мне кажется опасной, и это была тоже крайность феминизма, которую истолковали таким образом, что часть феминизма как бы стала пониматься, что действительно мужчины, мужчины вообще-то не очень правда нужны, это действительно так, но все-таки они нужны, и они есть, и мы с ними должны считаться, понимаете? А их как-то в этом крайности находится. Поэтому у меня сегодня, я феминистка безусловно, я не терплю никакой дискриминации, для меня это самое болезненное, вот все эти высказывания, которые я слышу, меня оскорбляют безумно, унижение в плане на работе, когда там, ну, вы посмотрите Академию наук, Наталья Львовна, ну, посмотрите на академиков, это же сообщество мужчин, там сколько, 50% женщин сегодня? 3%? Еще меньше, 1,80%. Ну, нормально ли это? Может ли это быть? При том, что в науке женщин реально больше. И они очень продуктивны, и они очень ответственны. В отличие часто во всех директорах, то, что у нас одна дирекан-женщина, во всем университете у нас сейчас 48 факультетов одна. И это уже 30 лет, она просто не отдает своего места, ей 80 лет она не отдает, но это ее вот такое качество. Нормально ли это? Возможно ли это? Так что, вот такая, понимаете, я сохраняю в себе это, просто я думаю, что мы должны преподносить это с учетом той тяги к еще другим ценностям, которые у женщин по-прежнему сохраняются. Мы не должны их нивелировать, не принимать во внимание, а мы должны найти сбалансированность. Вот это, мне кажется, очень важно. Спасибо большое за сегодняшний разговор, и мы надеемся, что еще встретимся. Спасибо. 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 .